Дайджест недвижимости Участникам долевого строительства предложили отказаться от ряда работ, предусмотренных договором. Штукатурки, стяжки полов, установки дверей и разводки электрики. В этом случае Севержилстрой сэкономит более миллиона рублей и сможет сдать объект до конца года, рассказал на выездном совещании регионального Минстроя директор компании Валерий Туганов. На размышления дольщикам дали менее месяца. Следующее заседание по объекту состоится во второй половине марта. Дайджест недвижимости В Кирове сформируют новый состав градостроительного совета. Власти ужесточат его регламент, а также функционирование рабочих групп. Такое распоряжение дал глава администрации города Илья Шульгин, сообщается на сайте мэрии. Соответствующее поручение уже даны замглавы администрации Роману Морозову и начальнику управления градостроительства и архитектуры Ирине Рубцовой. Поводом к реформе стала ситуация вокруг торгового центра «Баска», проект реконструкции которого вызвал у Шульгина много вопросов, напоминает «Девятка.ру». Сети менеджера не устроило слишком яркое цветовое решение фасада, а также то, что собственники здания намеревались начать реконструкцию после презентации проекта на рабочей группе градостроительного совета до одобрения его полным составом. Шульгин отметил, что отныне ни один значимый для города проект не будет согласовываться кулуарно, только в присутствии журналистов. Дайджест недвижимости Улицу Попова, перекрытую из-за строительства путепроводов «Чистые пруды», откроют для движения к середине лета. Работы по прокладке коммуникаций на двух участках от Черса до Красина и от Красина до Комсомольской должны завершиться до 31 июня. Закончить сооружение путепровода планируется в следующем году. Ранее сообщалось, что из-за строительства путепровода на улице Попова снесут еще одно здание. Аукционное выполнение работ по сносу дома номер 44 пройдет 23 марта. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин